Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Апифокс, и сегодня с вами продолжаем играть на вылупе названием Chasing Tales. Начинаем с того же места, на котором остановились. Перед началом ролика хочу пожелать всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятного чешого просмотра, и не забывайте про обещание под снегом, да. Рин, вот зачем ты ее сейчас пугаешь? Раз уж у вас установилось такое глубокое взаимопонимание, может ты хочешь задавать вопросы? Эм, ну, может это и не худшая идея, по крайней мере у меня есть шансы что-то узнать. Почему ты называешь меня принцессой? Почему? Почему ты называешь меня принцессой? Потому что принцесса это принцесса. Куми так думает. Куми не видела принцессу долго-долго. Принцесса должна была измениться. Но почему именно я? Но почему именно я? Куми видела пушистейший хвост принцессы. Принцессы. Что? Не может быть. Неужели она говорит про... Когда Куми проснулась, она пошла жить в мире людей. Было сложно. Все сильно изменилось, но Куми нравится. Появилось телевидение. Куми увидела принцессу по телевидению. Белый мех, изящная длинная уши и хвост. Прекрасный, которого Куми не видела. После этого Куми сразу поняла, что должна делать. Все как обещала принцесса. О, нет. Они показали меня по телевизору. Нет, нет, нет. Что? Какой еще хвост? О чем болтает эта ходячая воротник? Джун? Джун, это может быть важно, чтобы разобраться с твоими проблемами. О чем она? Ох, нет. Это только добавит мне проблемы. Рин внимательно смотрит на меня. Ну, дело в том, что... В конце концов, я знаю секрет Рин. Думаю, она заслуживает знать мой. Вдох. Выдох. Я выкладывала видео на Фурифан с собой. Что? А ву? Да-да, я знаю, что это ужасно. Но я не знала, что Китсуна существует. Я думала, что это все просто предрассудки. Уф. Я думала, что плохого в том, чтобы делать фото или видео с ушками и хвостом. Они ведь такие милые. Да, мой контент был немного неприличным местами, но людям нравилось. И я нравилась людям. Да, мне писали много гадости, но мне также говорили, что я красивая. Мне казалось, что меня любят. Когда я переехала в большой город, у меня совсем не было друзей. Никому не было до меня дела. Всем было настолько плевать на меня, что мне казалось, что никто не узнает. Кроме того, у меня почти не было денег. Я нашла какую работу в офисе, но платили не очень много. А ведь я хотела скопить на учебу. Мне казалось, Фурифанс решит все мои проблемы. А потом кто-то из коллег узнал про мой профиль. Сначала я не понимала, что происходит. Все эти смешки, за спиной странные взгляды, разговоры, которые смолкали, когда я заходила в комнату. А потом меня вызвали к руководству. Хотя я делала свою работу хорошо и регулярно перевыполняла план, мне сказали, что мой моральный облик не подходит для компании. Сказали, что я нарушаю рабочую обстановку. Меня уволили. Только меня, но не людей, у которых тоже были аккаунты Фурифанс. И находилось время, чтобы обсудить свежее видео на работе. А потом мне не повезло еще раз. Эта история попала в прессу. Но я не знала, что все зайдет настолько далеко. Меня показали по телевизору. Какой позор. Я теперь вовек не отмоюсь. О-о-о. Мне нельзя возвращаться в цивилизованный мир. О-о-о. То есть... Пуши, стише, узнай секрет, Джун. То есть эти уши с хвостом всего лишь костюм? Ну и ну, Яссонори. Какая ты проказница? Конечно, костюм. Или ты думаешь, что у меня по полуниям настоящий хвост отрастает? Хвост принцессы не настоящий? Надеюсь, что нет. Иначе мне бы пришлось оторвать целых два хвоста. Принцесса не настоящая? Но это хорошие новости. Хорошие новости? В каком смысле? Ну, если бы у тебя в роду были кицу, ну это стало бы очень серьезной проблемой. А так, ты всего лишь любительница пушистых хвостиков. Не говори так! Это звучит очень непристойно. Непристойно? Ну, в таких делах ты эксперт, так что остается только согласиться. Ты звучишь совсем как те противные коллеги. Ладно, ладно, я больше не буду. Извини. И ты не попробовешь выставить меня из города или что-то такое? Нет, с чего бы? Я осуждаю только нездоровый интерес кицуна. Девушек в нижнем беле я все цело поддерживаю. С учетом того, что ты теперь встала на путь истины. Ты могла бы, ну скажем, сменить профиль. Даже не мечтай. Поддельный хвост. Не настоящий. Ты знаешь, что происходит в доме? Ты знаешь что-нибудь о том, что происходит в доме? Почему я вижу все эти ужасные вещи? Это твоих рук дело. Куми просит принцессу простить ее. Куми очень старалась, чтобы ужасные вещи не происходили, но они все равно происходят. Куми давно не получала подношения, поэтому мало что может сделать. Куми получила подношения сейчас. Может у него получится больше? Так ты знаешь, почему это происходит? Куми знает. Это лес. Лес? Что ты несешь? Какое отношение лесом нет к тому, что происходит в доме? Раньше тут был лес. Дом в лесу. Кажется, что лес ушел, но он все еще здесь. Сейчас лес очень грязный и злой, потому что его давно не чистили. Очень много духов. Здесь вообще особое место, поэтому духи ходят сюда. Куми думает, что они с принцессой могут помочь. Но для этого принцесса должна узнать Куми. Куми все поняла. Кажется, Куми ошиблась. Куми не хотела никого пугать. Куми очень жаль, что так получилось. И правда очень-очень жаль. Куми стала немного сильнее. Куми попробует все исправить сама. Что? Все происходит как во сне. В мгновение Ирина уже сжимает воздух. Я... Кхе-кхе. Я успеваю только заметить, как хвост Куми мелькает в двери. Эй, куда? Ирина быстро приходит в себя. Должно быть, она готовилась к такому сценарию. Ее пальто и меч оказываются под рукой. Ирина хватает свои вещи и бежит следом за лесой, на ходу одеваясь. Я не дам тебе уйти, демон. Рин! Я хватаю Рин за руку. Отстань от нее. Рин, приди в себя. Хватит. Отстань от нее. Это ты приди в себя. Послушала сказок демона и растеряла остатки здравого смысла. Понимаю, хочется быть особенной, но... Это тебе сейчас хочется быть особенной. Ты заигралась в охотницу на демона до такой степени, что тебе плевать на кого охотиться. Что если все, что она сказала, правда? Что если она не виновата? А что если она виновата? Что если она пыталась убить тебя? Она демон. А я потом их чернокнижников, как ты говоришь. И еще я снимала видео, за которое мою жизнь разрушили до основания, хотя я никому ничего плохого не сделала. Что теперь? Жечь меня на площади? Такое у тебя правосудие? Это... Нет, Рин, это не другое. Это то же самое. Кому-то кажется, что ты можешь быть виновен. Поэтому, если ты говоришь правду, даже если ты не имел в виду ничего плохого, даже если ты никому не причинял вреда, ты виновен, пока не докажешь обратное. Только вот как достучаться до того, кому невыгодно тебя щадить? Может быть, он хочет что-то доказать себе? Может быть, ему просто скучно? Зачем в чем-то разбираться? Зачем пытаться что-то понять, если можно устроить правосудие? Быть охотником куда веселее, чем добыча, не так ли, Рин? На улице ужасная погода. Демон или нет? Коми может попасть в неприятность. Я попытаюсь ее найти. А ты, если в тебе хоть и осталась капля сострадания, не станешь ее преследовать. Я выбегаю из комнаты. Рин остается. Остановись, Ясунори! Ты делаешь большую ошибку! Джун! От моего дома тянется цепочка следов, которые быстро заносит снегом. Как я и думал, она уходит в сторону леса. Я стараюсь идти по следу так быстро, как только могу. Ноги вязнут в рыхлом снегу, и чем ближе к лесу, тем больше его становится. Коми! Коми, пожалуйста, отзовись! Лес. Черная громадина, утопающаяся в снегу. Тени не светлеют от луча моего фонарика, только немного расступаются. За все время жизни здесь я не бывала ни разу в лесу. Тем более ночью. Сильный снегопад. Что я делаю? Ветер вводит у меня в ушах, крупные снежинки ежали от лица холодом. Следы плепетают между деревьев, и как будто становится реже. Коми! Я не причиню тебе вреда! Почему Коми вообще оставляет следы? Разве она не бесплотный дух? Теперь я понимаю, нужно было одеться теплее. Каждый открытый участок кожи пульсирует колючей болью. Снежинки давно перестали таять на моих ресницах. Я замерзаю. Может, Рин была права? Может, Коми и в самом деле всего лишь демон, который пытается заменить меня в ледяную ловушку? Что же, у него получилось. Я больше не вижу никаких следов. Надо поворачивать назад, но я с трудом переставляю окоченевшие ноги. Сугробы по обе стороны узкой тропы между деревьями стоят почти в мой рост. Кажется, еще один порыв ледяного ветра, и я просто упаду в один из них. Высокие лесные тени смыкаются над моей головой. Коми! Она лежит в одном из сугробов, свернувшись с клубком. Снег налип на ее волосы и одежду. В свете фонаря в ее бедном лице блестят замерзшие слезы. Принцесса. Принцесса. Глаза Куми закрываются. Нен! Куми, не засыпай! Пожалуйста, не засыпай! Из последних сил я обрасаюсь к ней и разогребаю снег. Тело Куми кажется очень тяжелым. Я пробую поднять ее несколько раз, но падаю снег вместе с ней. Мне остается только обнимать Куми и чувствовать, как ее тело остывает. Куми! Я знаю, что плакать нельзя, но слезы все-таки катятся по лицу, обжигая замерзшие щеки. Это плохо кончится, Исунори. Это очень плохо кончится. Рин! Я так рада! Рин, пожалуйста, помоги! Просто безумие. Рин, пожалуйста, я одна не смогу! Рин остается на месте. Но только на один долгий миг. Потом она помогает мне встать и подхватывает Куми. Я поддерживаю ее с другой стороны, хотя на самом деле еле стою на ногах. Надо было просто прикопать здесь вас обеих. Встремлемо возвращаемся домой. Вот. И только попробуй сказать, что невкусно. Я все эти овощи сама резал. Вот этими самыми руками. Куми никогда бы так не сказала. Но Куми скажет, что немного пересолено. И говоря немного, Куми имеет в виду сильно. Ах, ах ты неблагодарное животное. Куми честное кицуне. Почему Куми всегда страдают за правду? Да что ты знаешь о страданиях. Ты хоть представляешь, чего стоило нарезать лук? А ву-у-у, Куми напоминают, что милосердие это благодетель. Хотя Арина и Куми сцепляются при первой возможности, мне кажется, они и поладили. Наше приключение в весу не обошлось без жертв. Я после него проболела неделю, а Куми просто сильно ослабла. Когда я нашла ее замерзшая в снегу, ужасно испугалась, что не успела. Но в конце концов она кицуна. И на нее не действуют законы другого мира. По крайней мере, это то, что я поняла из объяснений. Как бы там ни было, Арина пришлось ухаживать за нами обеими и спешно учиться готовить. Что ж, это испытание мы тоже как-то пережили. Арина возникает передо мной с тарелкой горячего супа. Тоже будешь ругать мою готовку? Нет, конечно. Я ведь еще жить хочу. Да? А так-то по тебе и не скажешь. Все еще не могу поверить, что ты действительно потащилась в лес. Ночью, да еще и во время метели. Да ну? А ты разве не собиралась сделать то же самое? Я совсем другое дело. Я подготовлена к таким вещам. С этим не поспоришь. Даже не знаю, как тебе удалось не заболеть. Должно быть, это все кровь охотников? Она самая. А я еще не валялась у гроба хвомнимку с сомнительными лисицами. Куми все слышит. Куми никакая не сомнительная. Я пробую суп. Он и в самом деле пересолен, и в нем слишком много лука, но почему-то мне он все равно кажется очень вкусным. Спасибо, Рин. Пустяки, я всего-то пол дня жизни потратила на кухню, чтобы это приготовить. Дело не только в супе. Если бы не ты, думал, мы бы не выбрались из леса. Вот это новость. Рин вроде бы понимает мои слова как должное, но я замечаю ее, что ее щеки порозовели. До сих пор не понимаю, как ты вообще нашла эту глупую лисицу. По запаху что ли? Куми прекрасно пахнет. Нюф-нюф. Ничем. Это у тебя просто нюх отбило. Куми прекрасно чует весь мешок лука, который Рин извела в этот суп. Ну все. Джун, я официально отказываюсь готовить для твоей ручной шапки, пока она не извинится. Куми немедленно попареносит свои извинения за излишнюю откровенность. Ну ради справедливости, Рин, ты первая начала. Я просто указала на факты. Правда, теперь мне больше интересует, как ты ее нашла, не как ты ее нашла, а зачем. Да все просто. Ну, дома были следы, я по ним пошла. Лису, правда, их стало меньше, но... Следы? Я видела только твои. Что там Рин говорит насчет отбитого нюха? Я все слышу. Куми ничего не говорит. Куми спит. Получается, ты видела только мои следы? Странно. Может быть, следы Куми занесло снегом? Все-таки была сильная метель. Ладно, у меня есть более загадочный вопрос. Зачем ты вообще... Зачем мы вообще полезли в лес во время метели? Рин угрожала оторвать хвост Куми. Кроме того, Куми должна исправить лес. Ты все еще не отказалась от своей затеи? Зачем далеко ходить? Давай я тебя просто запихаю в морозилку. Эффект будет тот же. Куми не хочет в морозилку. Хотя в морозилке храняется курица. Нет, Куми подумает про курицу позже. Сейчас Куми должна думать о духах в лесу. Когда Куми была там, почувствовала сильную темноту. Очень плохо. Куми пыталась найти, где сидит темнота. Но у нее слишком глубокая нора. А Куми была слишком слабая. Тяжело. Куми думает, что теперь стало гораздо сильнее. Куми думает, завтра хороший день, чтобы почистить лес. Куми, ты уверена, что это необходимо? В доме стало спокойно вроде бы. Куми качает головой. Рин делает подношение. Куми становится сильнее. Духи давно не видели кицуны. Чуют бояться, не лезут в дом. Потом осмеляют и нападут снова. Надо действовать сейчас. Куми всего одна. Духов много. Нельзя, чтобы они узнали, какие у Куми слабости. Куми, может, ты одна, но ты ведь не думаешь, что я просто позволю тебе делать. Куми, может, ты одна, но ты же не думаешь, что я позволю тебе делать, чтобы вздуматься безо всякого контроля. Я пойду с тобой. Если ты что-то замышляешь, имей в виду. Под угрозой не только твой хвост. Куми заметила, что Рин слишком много думает о ее хвосте. Может быть, Рин завидует? Вот еще. Было бы чему завидовать. И потом мы знаем, кто у нас пушистейшая. Рин! Ладно, речь не об этом. Джун, думаю, тебе придется пойти с нами. Мне? Эм, знаешь, я бы лучше оставалась дома. Нет, правда. Ведь ничего магического не умею. Да в этом и проблема. Просто если оставить тебя в доме, духи могут напасть, пока рядом никого не будет. И тогда... Ясно, я поняла. О, передумала. Отправляемся вместе. Хорошо. Думаю, нам всем стоит подготовиться к завтрашнему дню. Эм, а что мне делать? Ну, не знаю. Выпью успокоительного. Ммм, хорошо. Рин смотрит на меня и вдруг улыбается. Не волнуйся, Джун. Завтра мы наконец со всем этим разберемся. Ее голос звучит так уверенно и спокойно. От этого легко поверить, что все в самом деле получится. Я киваю. Завтра. Ладно, ребят, на этом, думаю, можно закончить серию по игре Chasing Tales. Всем спасибо, что ее посмотрели. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Также нажимайте на колокольчик, включайте все уведомления. На этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч, ребят. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok